С этим аристократическим видом спорта юные сочинцы познакомились два года назад. Были за это время и соревнования, так что между собой фехтовальщики отношения уже выяснили. На этот раз нанести укол сочинские спортсмены попытались противникам из Краснодара, Белореченской и Армавира. Современные мушкетеры нашлись лишь в этих городах края. Свою популярность фехтование только набирает. В Сочи интерес к самому молодому виду спорта для курорта. Проявили порядка 150 девчонок и мальчишек. Мы начинаем первенство города, а потом уже посмотрим краевые соревнования, Южно-федеральный округ, а потом уже посмотрим до этой поры, может до России дойдем еще посмотрим. Надежда есть, звездочки есть, которые выделяются, естественно, сегодня мы посмотрим еще раз на них. Тренеры по фехтованию нашлись среди сочинцев в спортшколе номер 9. Их двое и оба мастера спорта Советского Союза. Для детей это интересно и мы всячески пытаемся поддерживать. Во-первых, это организация занятости детей. Это здоровый образ жизни. Это профилактика всех правонарушений, наркомании, табакокурения. То есть это и в целях профилактики. Сигнал о подготовке к соревнованиям прозвучал для 100 спортсменов. 40 из них сочинцы. Своё владение холодным оружием ребят демонстрировали три дня на шпагах, рапире и сабле. Я сюда попала, потому что в нашем школе появился этот вид спорт. А когда мама пришла на собрание, она записала меня и осуществила мою мечту. Я сейчас настроена исключительно на первое место. Нужны качества ловкости, быстроты и маневренности. И эти качества я предусмотрела себе. Силы соперников я оцениваю очень уважительно, так как я с ними уже выступал два раза. И они мне показались сильными очень. Сам Миружан также подтвердил своё звание лучшего. Сочинец в очередной раз занял первое место в сабельном поединке. В целом на открытом первенстве отличилось 28 сочинских спортсменов. Медали же за первые места увезли соперники. Но в общекомандном зачёте первое место за фехтовальщиками из спортивной столицы.